В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие первой международно-научно-практической конференции «Российские и зарубежные практики повышения резилиентности образовательных организаций». В конференции приняли участие порядка ста педагогов из Российской Федерации и Республики Узбекистан. Всего было выслушано более 80 докладов. Вступительным словом выступила Елена Мерзон, директор Елабужского института Казанского федерального университета. Она отметила, что участниками конференции стали коллективы школ региона. Директор института также заявила о необходимости организации такой работы в области резилиентности на базе учебных заведений. Это, конечно, только начало нашей большой научной проектной, биологической работы. В данном направлении мне очень приятно, что сегодня участниками этой конференции стали коллективы школ очень многих районов нашей республики, поэтому надеюсь, что понимание в ходе конференции возникнет, понимание необходимости организации такой работы на базе конкретных школ. В ходе пленарного заседания выступили теоретики и практики, работающие с феноменом резилиентности. Понятие резилиентности применительно к педагогической практике существует недавно. В широком смысле резилиентность представляет собой способность школьников к сохранению высоких образовательных результатов вне зависимости от меняющихся внешних условий. Что же нам важно формировать в наших детях, в наших учениках, чтобы они эффективно и по возможности счастливо шли по своему жизненному пути. И к каким образовательным результатам мы стремимся. И мы предложили рассматривать в качестве нового образовательного результата академическую резилиентность, способность учащегося сохранить устойчивый образовательный результат вне зависимости от изменения условий обучения, ситуации контроля и вопреки усложнейшимся ситуациям. Стоит отметить, на сегодняшний день исследования в области образовательной академической резилиентности в Елабужском институте опробированы статьями Скопус, ВАК и РИНС. А результаты исследований опробованы на практике. Проведены всероссийские региональные обучающие семинары, разработана программа повышения квалификации слушателям, которой стали представители 50 школ Республики Татарстан. Дарья Макеева, Айдар Нурмиев, Универньюз.